Я надеюсь, что мы вышли в эфир на позитиве. Сегодня последний четверг, и с вами Дорогова Татьяна, и мы завершаем этот месяц в формате ингредиенты красоты. В центре внимания ингредиенты красоты, конечно же, привлекательность, которая имеет множество составляющих. Это не только красивая, здоровая, ухоженная кожа, волосы, но это и в целом образ и стиль. И что же, как не аромат, создает именно наш индивальный образ, который может быть пленительным, который может быть очаровательным, который делает нас более контактными и коммуникабельными. Да, действительно, мы декларируем себя в этот мир своим запахом. Есть понятие запахов неосознанных. Это наша физиология, наша эндокринная система. И есть понятие ароматов, которые мы используем, создавая свой образ и стиль, и таким образом именно эфирные масла позволяют нам работать в этом направлении. И очень интересно, это необычайно творческий процесс. И получая, возможно, те результаты, к которым мы стремимся. Итак, сегодня наша тема – аромообраз. Создаем свой аромат. Хочу, сбегая вперед, сказать, что тема – это безграничная. Об этом можно говорить много, интересно. И сегодня мы с вами как бы начнем этот разговор. Если у нас появится желание, интерес, мы будем его продолжать. Ну и, как обычно, с вами Данкова Татьяна. И мы начинаем анализировать этот очень важный вопрос создания своего аромата. Вот это удивительная поэтическая фраза из Блоковской незнакомки «Дыша духами и туманами, продолжим, прошла и села у окна». Она, пожалуй, ничто другое не дает нам такой очень яркой иллюстрации и рассказывает о том, как работают эфирные масла. Дыша духами. Ведь когда мы пользуемся с вами ароматом именно на основе эфирных масел, мы, прежде всего, дышим этим ароматом. И именно этот аромат создает вокруг нас своеобразное поле, если хотите, такой ароматический туман. Именно вот это своеобразное поле может стать нашим эйолом, подчеркнуть нашу индивидуальность. Оно может нас и защитить. Оно может дать нам возможность раскрыться, если оно работает на нашей волне. Да, действительно. Композиции на основе эфирных масел – это нечто большее, чем аромат. Потому что эфирные масла буквально вплетаются в канву всего нашего существа. А это наша энергетика. Потому что эфирные масла, будучи единственными природными веществами, работающими как энергетики, буквально настраивают нас на определенную волну, гармонизируют с нашей волной. Если мы правильно подбираем аромат, они дают нам возможность ежедневно гармонизировать многие-многие функции нашего организма. И это совершенно другой механизм действия, нежели тот, который мы испытываем на уровне парфюма. Ведь современная парфюмерия прежде всего манипулирует нотами, синтетиками. Допустим, если мы ощущаем аромат условно говоря цветочный в парфюме, то это линолол. Если цитрусовый, это может быть цитраль. Это могут быть синтетические ароматы, которые не существуют в природе. Например, шипровые или аромат воды, водные ароматы. Тех цветов, которые, собственно говоря, порой и не имеют аромата, то есть они фантазийные. И вот как часто мы с Ваней встречаемся с такой ситуацией и попытка объяснить это из кема, когда мы выбираем аромат, но через некоторое время мы его не ощущаем. Нас это огорчает, потому что нам бы хотелось, чтобы это облако приятного аромата вокруг нас витало. А происходит это по очень простой причине. Синтетики просты. И наши обонятельные рецепторы очень быстро устают от этого действия, поэтому мы перестаем ощущать аромат. Совершенно иначе работают эфирные масла. Мы будем ощущать этот аромат, если, конечно, мы правильно создаем композицию, композицию, которая должна не только рассказывать о себе своим ароматом, но еще и быть стабилизирована. Вот сегодня как раз мы поговорим именно о правилах, о технике, об искусстве создания ароматических композиций или духов на основе эфирных масел. У нас с вами есть представление тех виртуозно составленных композиций, которые уже можно использовать как духи. Например, смесь шепот. Эта смесь специально предназначена для женской природы, эфирные мужчины очень часто задают вопросы о том, что им нравится этот аромат и они хотели бы его использовать. Это как раз та индивидуальность, которую мы всегда должны с вами учитывать. Эта смесь очень сложна. Она действительно виртуозно, качественно и количественно переплетает многие-многие эфирные масла. иллюстрирует то, как может звучать такая сложная композиция. Ведь смесь шепота предназначена не только для того, чтобы наш аромат доставлял удовольствие нам и окружающим, и, кстати, тоже не воспринимается, но и раскрывал женскую природу. Этот аромат создает такую зону спокойствия, безмятежности, дает ощущение релакса и внутреннего комфорта, что чрезвычайно важно для проявления привлекательности, потому что, как бы ни была красивая женщина, если она в напряжении, если она нервозна, а все ее пространство сигнализирует об этом тревожными сигналами, и все ее очарование, все ее привлекательность гаснет, потому что женщина, прежде всего, удивительно именно своей внутренней безмятежностью, своей способностью притушить, убрать избыточный огонь. Это природное предназначение женской энергии, и вот смесь ясности и спокойствия, то есть смесь, которая работает гармонизирующая на уровне эндокринной системы, нормализует цикличность гормональную, при этом создает опять-таки вот это пространство бесстрессовое, безмятежное, и вот именно смесь ясности и спокойствия очень ярко показывает, как буквально стабилизируется женская природа, или же реанимируется. Ведь не секрет, что возрастные изменения в женском организме, когда происходит вот это колебание на уровне гормонов, весьма неблагополучно сказываются в том числе и на внешней стороне. и удивительные примеры из жизни, когда именно использование этой смеси, которая в буквальном смысле возрождает запах женщины, то есть тот исконный природный монок, который действует как привлекательный. И да, эта смесь работает действительно исключительно женской физиологии, если хотите. И реакция со стороны мужского внимания, которая отмечает, что вот она, истинная женская природа, которую надо раскрыть. Ну, это примеры. И сущность больше, нечто большее, чем аромат. ведь каждый раз мы с вами делаем вывод, что особые способности, уникальные возможности эфирных масел с окружающим пространством, если мы находим именно свое эфирное масло или композиционно выстраиваем действие нескольких эфирных масел, то есть это наша гармония с окружающим миром. Поэтому так важно вот в этом вопросе разобраться. Запросов очень много. Почему эта тема была выбрана? Потому что поступают вопросы, как создать свой аромат, какие масла использовать, как это делается. И вот это очень интересный процесс, на который мы сегодня с вами и все наше внимание и обратим. Итак, идем к основам ароматических парфюмерных композиций. И мы будем не так далеки от тех основ, которые использует в целом наука создания аромата. В XIX веке известный талантливый французский парфюмер Эмиль Герлен, кстати, непосредственно наследник, сын создателя французской парфюмерной марки Герлен, высказал свое предположение основой структуры любой парфюмерной композиции в виде пирамиды. Когда ощущение нашего сложного аромата всегда начинается с ощущения легких нот. вот как правило это цитрусовые, то есть легкие летучие молекулы. Их называют так верхние ноты. Далее идут ноты сердечные. Это ароматы фруктов. цветов прежде всего. И это может быть лаванда, это может быть роза, потому что роза как правило является сердцем аромата, и многие парфюмерные композиции выстраиваются на основе аромата розы. то есть цветочно фруктовые ароматы, где могут приплетаться пряности. И наконец базовые нижние ноты это тяжелые молекулы, которые несут ароматы специй, ароматы земли, ароматы хвои, ароматы осеннего леса. Мы сразу вспоминаем, что первая иллюстрация это имбирное, это яичное масло, это древесные ароматы качули, ветивер, ветивер, нарт. и тем не менее когда вот эта структура предлагает нам рассмотреть действие композиции аромата как некий спектакль в трех актах, это не совсем правильно, это условность, которая в сущности ощущается нами, мы чувствуем весь аромат, но только он волн дает о себе знать в зависимости от степени летучения масла. Итак, вот эта конструкция носит название альфакторной пирамиды, и мы к ней обратимся еще более подробно, потому что именно на основании вот этой конструкции альфакторной пирамиды мы можем начинать работать, используя эти правила и законы построение любого композиционного аромата. Итак, присутствие верхних нот, средних нот и нижних нот базовых. Вот на этой более красочной пирамиде мы можем сделать вывод. легкие молекулы воздушные цитрусовых звучат как правило не более 30 минут. Сердечные ноты допустим ноты лаванды розы жасмина к сердечным нотам кстати относятся и ладан потому что ладан такое уравновешивающее создает ощущение аромата и действие их продолжается то есть как будет раскладываться аромат от 30 минут до 3-4 часов и наконец когда включаются нижние базовые ноты это специи это ароматы земли это ароматы хвои они же являются и стабилизаторами потому что если допустим мы обратимся к тому как создается парфюм в рамках промышленности парфюмерной лаборатории то используется мускус используется амбра в нашем случае будут работать опять-таки эфирные масла ну в частности допустим эфирные масла нарда известно как великолепный стабилизатор то есть это как бы закрепляет всю композицию ведь не забываем что эфирные масла это летучие вещества и если мы не будем использовать соответствующие компоненты для стабилизации закрепления то нанеся на кожу любое эфирное масло мы этот аромат очень скоро перестаем ощущать и сейчас мы с вами отправимся в нашу лабораторию и поговорим о том какие правила какие законы и что должно у нас быть с вами под рукой когда мы готовимся к созданию аромата своего собственного композиционного итак первое создавая свой неповторимый индивидуальный аромат тухи на основе эфирных масел конечно же мы должны выбрать именно те ароматы которые в центре нашего внимания которые нам очень нравятся или которые мы предполагаем по законам альфакторной пирамиды использовать в надлежащем порядке задаются вопросы предположим вот диапазон эфирных масел которые нравятся апельсин бергамот онгард но онгард это смесь и это уже выстроенная качественно количественная смесь совершенно определенным целенаправленным действием то есть создав своего аромата создание композиции используется только мономасла что у нас должно быть подготовлено в том числе и подсобные материалы ну прежде всего это естественно эфирные масла которые в нашей коллекции и которые мы выбираем далее в качестве базы основы мы будем использовать либо растительное масло на первом месте у нас с вами кокосовое масло потому что кокосовое масло фракционное интактно то есть оно не имеет запаха оно является по своей текстуре практически сухим маслом потому что когда мы наносим на кожу оно практически не оставляет жирных следов это очень важно но вместе с тем как базовое растительное масло оно фиксирует эфирное масло то есть по сути дела закрепляет стабилизирует аромат но мы можем использовать в том числе и жужуба мы можем использовать в том числе и оливковое масло предположим у вас страстное желание вот сейчас именно сейчас заняться этими экспериментами совершенно необычными и в доме у вас только оливковое масло ну конечно лучше оливковое масло использовать рафинированное поскольку все-таки нерафинированное оливковое масло имеет такой специфический аромат который приятен в салате но будет совсем не приятен в ароматической композиции или этиловый спирт но как правило когда используется спиртовая основа добавляется некоторый процент чистой воды вот для того чтобы упрости этот процесс лучше использовать водку хорошего качества хорошей степени очистки водку которая конечно же не будет иметь побочного какого-то неприятного запаха если это какой-то контрафакт и в нашем распоряжении должны быть пустые флаконы это как правило те уже опустошенные флакончики из-под эфирных масел или даже мы можем использовать что очень чрезвычайно удобно опустошенные флаконы из-под тач форм которые в общем-то дают нам возможность использования роллера что предпочтительно как допустим пример смесь ясности спокойствия у нас должна быть пипетка потому потому что мы будем именно порционно это может быть и прежде всего отмеривание базы основы в виде растительного масла или спиртовой основы и бумажные полосочки потому что наше теоретизирование на предмет того как эфирные масла в нашем представлении любимые нами эфирные масла будут сочетаться в этой зоне сразу начинать капать драгоценные эфирные масла а вот легкое касание крышечкой капельницы на полосочку бумаги и далее вы накладываете следующую полосочку со следующим ароматом эфирного масла и каждый раз вы ощущаете то есть наложив следующий аромат вы ощущаете это сочетание таким образом вы уже приблизительно выходите на вашу композицию и вы всегда можете таким образом буквально делается в парфюме в лаборатории парфюмера таким образом ощущать как работают ароматы в разных сочетаниях ну а пропорции далее уже будут рассматриваться рассматриваться на уровне тех законов которые в общем-то мы должны использовать поскольку первыми у нас будут идти внешние ноты базовые то есть если мы начинаем эту композицию создавать уже понимая какие мы эфирные масла используем на уровне капельницы и пустой флакон далее сердечные далее верхние ноты и так вот пропорции которые вы можете как бы для себя здесь вы можете посмотреть на слайде и это второй шаг и шаг третий это настаивание вот если мы готовим композицию на основе эфирных масел на основе простите спиртовой то есть водка или спирт с водой то рекомендуется каждые 2-3 часа слегка как бы встряхивать но не как шейки а так слегка поворачивая по часовой стрелке если мы готовим на масляной основе нужно обязательно поставить в какое-то темное место прохладное также медленно по часовой стрелке переворачивая это дает как бы эффект не просто перемешивания когда композиция начинает органично то есть это принцип комплементарности играть каждое эфирное масло начинает взаимодействовать с другим и сосновой ну и после этого уже можно провести первый тест и ощутить как этот аромат для вас будет работать как правило объем который мы с вами будем выбирать не следует создавать большой объем то есть достаточно вооружиться флаконом который 15 мл и использовать допустим объем где-то 10 11 12 то есть это не полностью заполненный флакончик темного стекла заполняем основы и затем начинаем добавлять эфирное масло последовательно базовые ноты нижние дальше средние ноты и затем верхние легкие цитрусовые итак давайте уже более предметно поговорим о создании ароматов для нее и для него итак ароматы женские ароматы женские вплетаются именно в то что дает нам наша эндокринная система прежде всего потому что наш истинный аромат аромат который мы не ощущаем который сообщает о нас в пространстве это неуловимые ароматы которые улавливаются скорее на уровне восприятия каждого человека нами на подсознательном на уровне энергетическом действие эфирных масел может скорректировать многие проблемы и создать очень гармоничную программу для именно усиления привлекательности прежде всего мы обращаем внимание это можно рассматривать как вот ароматы унисекс то есть которые в равной степени хороши и для мужчин и для женщин цитрусовые всегда будут присутствовать в композиции и мужских и женских ароматов но здесь в большей степени будет присутствовать апельсин модейн петит крайн зеленый аромат который тоже относится к тягуе легких ароматов воздушных ароматов все цветочные ароматы с присутствием линолола это как правило очень характерные женские ароматы то есть мы всегда будем рассматривать герань мы всегда будем рассматривать лаванду обязательно поятки розу жасмин кстати роза и жасмин у нас в форме тач но что такое форма тач форма тач это основа кокосовое фракционное масло где две трети фракционного кокосового масла и одна или одна четвертая часть эфирного масла и поскольку роза и жасмин чрезвычайно активные в парфюмерной композиции то в сущности даже разведенная концентрация дает нам возможность использовать в наших композициях для этого у нас есть пипетка потому что насадка очень легко снимается и вы можете буквально вот как шлейф использовать допустим розу вот если мы с вами обратимся допустим к набору эмоциональной ароматерапии и посмотрим на составы ведь многие смеси этой чудесной программы эмоциональной ароматерапии дает нам собственно говоря иллюстрацию примера того как могут работать эфирные масла и когда мы допустим рассматриваем смесь иммортель бленд хотя эта смесь предназначена для ухода за кожей лица но тем не менее роза звучит там в конце но она дает свою необычайную эффективность поэтому вы можете смело использовать вот эту менее концентрированную смесь если вашу рецептуру желательно вести именно розу то есть мы рассматриваем все ароматы которые являются афразидиаками потому что женские ароматы очень часто будут включать иланг иланг и герань и роза и лаванда являются афразидиаками то есть которые повышают женскую привлекательность и помню конструкцию альфакторной пирамиды кстати возвращаясь к этому моменту альфакторная потому что альфакторный орган орган распознавания запаха он у нас находится вот на самом кончике носа и по сути дела то что все наши восприятия ароматические они начинаются именно с того что мы как бы начинаем в буквальном смысле наш нос использовать как инструмент осознания окружающего пространства поэтому все наши впечатления от того как будет работать аромат он идет именно на уровне нашего альфакторного восприятия дальше обонятельные клетки главного мозга которые находятся несколько выше и куда уже начинает двигаться и работать молекула эфирного масла создает уже пространство для работы эфирного масла потому что начинает уже работать наша центральная нервная система и для того чтобы нам проиллюстрировать вот именно в женских ароматах я хочу вам привести несколько рецептур просто для того чтобы иметь представление возможно с этих рецептур рейзонно начинать потому что наше обоняние будет тренироваться на том что уже просчитано с точки зрения качественного и количественного взаимодействия в том числе благотворного действия на наш организм вот например рецепт ароматических духов который носит название живая роса и улучшает тон кровоснабжения головного мозга способствует сосредоточенности что входит в состав этого аромата 4 капли апельсина лимона 6 капель мантеина 8 капель ладана и 5 капель нероли вот пропорция которая в целом предлагается количественного наполнения небольшого объема допустим 11-15 миллилитров где-то в пределах 20 капель должна быть составлена композиция в данном случае эта композиция более сложная можно манипулировать с эфирными маслами цитрузовых вы можете на тестирование бумажных полосок понять для себя насколько эта композиция для вас подходит композиция которая сохраняет душевное равновесие и она очень проста в данном случае здесь всего лишь навсего сочетание всего лишь навсего тейлых масел носит на название сильвии вы можете назвать любую композицию как угодно и обогатить ее опять-таки на уровне анализирования взаимоотношений ароматов и тестирования вот в этой композиции пять капель латана три капли апельсина и одна капля эфирного масла мяты в данном случае апельсин это верхний нот мяты это средний нот латан выполняет роль базовой ноты и афродизиотические ароматы которые как правило включают не только типично женские эфирные масла но и используют те эфирные масла которые носят на себе оттенок мужских и вместе с тем они являются ароматами унисек то есть абсолютно нейтральное действие которое может сделать улучшить именно взаимоотношения в любовных планах которые предполагают безмятежность раскрепощение отсутствие отсутствие комплексов и самое главное вот это прекрасное внутренне комфортное состояние которое не мешает течению энергии потому что собственно говоря все что касается взаимоотношений между мужчиной и женщиной это прежде всего удивительная энергетика которые не должны мешать стрессу напряжение и вот предлагается такая композиция на 10 капель жужуба вот здесь можно выстраивать в буквальном смысле не обязательно жужуба может быть и кокосовое фракционное масло 2 капли бергамола 2 капли сандала и мы можем добавить одну каплю иланг иланга которая дает нам вот это звучание удивительное и вместе с тем дает нам вот это состояние безмятежности и поскольку именно женщины в большей степени склонны к подобным экспериментам я хотела бы более подробно остановиться на мужских духах на основе эфирных масел по одной простой причине ну прежде всего специфика мужского направления заключается в том что аромат ароматы звучат на нашей коже то есть они посланники нашего тела они соединяются с нашей биохимией с теми естественными запахами чистого безусловно здорового тела когда они звучат в полной мере очень гармонично и красиво аромат мужского тела более интенсивный в силу физиологии и самый лучший парфюм для мужчины создается женщиной почему потому что именно женщина может уловить вот эти неповторимые нотки и адекватность на этой волне работы эфирных масел но вместе с тем вопросы в основном в пространстве задавались мужчинами потому что именно мужчины были заинтересованы в создании аромата но в данном случае процесс творческий он уже не несет никакой вообще нагрузки а это процесс творчества вот какой диапазон так называемых мужских ароматов но сначала мы остановимся на основных типах мужских парфюмов на основе эфирных масел это сразу даст нам некое направление и ориентацию на момент совпадения с личностными особенностями потому что аромат подчеркивает еще и наши личностные особенности способствуют развитию нашей личности классический который предлагается для уверенных в себе с легким таким налетом аистократизма основательных мужских личностных качеств аромат который включает в себя элементы роскоши богатства и вот носителем такого направления является аромат парфюмов он очень притязателен и очень адресно направлен потому что ощущение стабильности основательности уверенности в себе качества которые ну скажем так присущи далеко не всем но там где это попадает в точку это очень эффективно работает к тому же этот аромат он всегда несет в себе элементы на тейке вот все ароматы в рамках парфюмерии как таковой которые создают образ скажем так дорого и богато они как правило в основе своей базовой ноты несут почули и они очень элегантно проявляют себя следующий тип это спортивный аромат тонизирующий это аромат молодости аромат энергии он очень хорош для тех кто ведет активный образ жизни и дает сочетание цитрусовых и зеленых ароматов вот здесь мы можем включить бергамот особенно грейпфрут и петит грейн петит грейн относится к таким именно зеленым ароматам учитывая именно мужские ароматы мы обратим внимание на кипейс потому что кипейс создает прекрасные тонизирующие действия создает такой энергичный очень привлекательный образ тип демократических ароматов это аромат на каждый день он удобен он не особой смысловой нагрузки и там нет доминирующих нот то есть используется легкое мягкое звучание тех цитрусовых которые нравятся могут использоваться какие-то специи восточное направление очень астропротичный тип ароматов который характерен для богема и творческих натур это прежде всего так называемые горячие эфирные масла теплые обязательно с присутствием черного перца но это ароматы которые относятся к категории эритальных вот прошлый раз обратили внимание на то что скажем индийские представители очень часто смущают ярко выраженным но трансформированным ароматом сандала вот сандал всегда входит в гаентальный восточный аромат но это аромат мудреца аромат романтика аромат который располагает конечно он очень адекватен для творческих но мы говорим о сандале где можно использовать и сандал вот белый сандал и гавайский сандал помню о том что гавайский сандал содержит колоссальную концентрацию сандалола ведущего компонента который в сущности дает нам более сильный но практически аромат той же волны что и белый сандал поэтому здесь выбор именно по индивидуальному восприятию бизнес который предлагает работу с личностью допустим руководитель лидер деловая сфера имеет сродство к классическому аромату где включаются цитрусовые ароматы специи и экзотические допустим сандал тоже будет присутствовать в этом аромате еще очень интересный тип это так называемые кожаные ароматы которые создают пространство повышения сексуальности и такие тонные мужские ароматы я полагаю что вы сейчас вспомните какое именно эфирное масло создает такую ноту это ветивер потому что именно ветивер обладает оттенком аромата дорогой кожи допустим нарт ветивер пачули они составляют такие основные базовые мужские ноты аромата которые мы всегда будем использовать добавляя допустим специи пряности и к типичным мужским ароматам это не значит что в женских смесях ароматах мы не будем их использовать но на них нужно обратить внимание это кедр верджинский или можжевельник верджинский мы называем это красный кедр можжевельник верджинский это китаэйс это сандал это тимьян это кардамон это каечное эфирное масло и имбирное масло возникает вопрос а используются ли цветочные ароматы в мужских духах вот вспоминая Хила который именно поэтому создает петет грейн потому что присутствие в лем линолола и свойства в диапазоне лаванды но мужчина не будет пахнуть цветочками так вот в принципе использовать цветочные ароматы допустимо вопрос исключительно индивидуального восприятия сочетания теперь мы смотрим как типично раскладываются в композициях мужских ароматов на уровне верхних нот наиболее характерные эфирные масла цитрусовых это лайм который прежде всего используется именно в мужских композициях это бергамот на него в первую очередь нужно обратить внимание это лимон это мандейн и петет грейн средняя нота это кориандр это черный перец это шалфей мускатный и это гвоздика вот присутствие в гвоздике эфиренола создает прежде всего такую мощную очень хорошую волну она может звучать и как восточная нота и как такая пианая нота и ведь эфиренол дает нам и такую неярко выраженную цветочную ноту ну вот как раз гвоздика используется в мужских ароматах в среднесердечной ноте нижняя это как раз уже узнаваемые почули сандал можжевельник то есть можжевельник вирджинский кипейс и капайба кстати капайба очень хороша в том числе закрепляющая и вот исходя из этого диапазона всегда можно найти в этом диапазоне эфирные масла которые наиболее быстры и которые наиболее адекватно будут вписываться в какую-то анализируемую композицию вот одним из примеров и аромата которые могут использовать мужчины и которые кстати имеют характер унисекс это интон вот эта композиция которая подсказывает нам то есть можно сделать акцент на те компоненты те ароматы те эфирные масла которые в вашем диапазоне уменьшив эти сложные композиции как и все виртуозные смеси дотера но они служат для нас иллюстрацией примером сочетания эфирных масел нужно обращать внимание на эти композиции и помнить какие эфирные масла начинают работать когда мы закладываем базовые сертичные и затем верхние ноты вот это такая скажем так начальная общая информация которая позволит нам я прошу прощения так увлеклась что не открыла слайд аромат для него действительно столь увлекательное занятие в том числе и рассказ о действии ароматов эфирных масел ну и в завершении мы с вами как всегда на посте выходим к заключительному слайду эфирные масла дотера удивительным образом соединяют нас с природой удивительным образом раскрывают для нас возможно незамеченную в чем-то красоту природы повышают нашу коммуникативность с природой мы начинаем не побоюсь этого слова сказать восстанавливать наше истинное исконное присущее нам обоняние наши механизмы тонкого восприятия окружающего мира и вот умение составлять свой индивидуальный аромат если мы попадаем на нашу волну это еще одно открытие того как гармонизирует наше все существует эфирные масса как они могут нам помогать как они могут решать за нас те задачи и проблемы которые мы хотели поставить но вот что-то такое происходит что нам мешает это такой нервный канал который открывает шлюзы поэтому я желаю вам начинать строить и если эта тема нас заинтересовала давайте сейчас поставим плюсики потому что тогда мы будем ее продолжать в рамках нашего ингредиента красоты и эта тема действительно очень интересна она по-разному может раскрываться так я жду вашего отлика так вижу спасибо большое хорошо мы будем планировать следующий наш ингредиент красоты вторая часть создаем образ так друзья давайте теперь посмотрим что тут у нас вопросы какие образовались и в общем-то как всегда мы можем с вами в диалоге обсуждать разные вопросы не обязательно связанные с сегодняшней тематикой тем более что у нас с вами планируют с март по февраль простите я уже весну жду скоро она к нам придет и в феврале у нас конечно же будет ароможурнал и вот в зависимости от того что мы сейчас с вами будем обсуждать я эти вопросы тоже буду в ароможурнале учитывать так друзья конечно я предполагаю что все уже сейчас находитесь в виртуальном пространстве думая о том как вы будете сочетать эфирные масла если что-то непонятно вы пожалуйста конкретизируйте не все рецепты дорогие друзья вы знаете что с рецептами все очень круто ну во первых вы всегда можете выйти на сайт и наш вебинар у нас в записи уже на следующий день и прослушать еще раз возможно это будет даже в чем-то полезно и рецепты в любом случае они дают вам направление но тем не менее ориентируйтесь вот на диапазон пусть у вас немного будет эфирных масел в диапазоне вашего личностного восприятия наборайтесь вот на эту альфакторную пирамиду то есть структуру построения экспериментируйте с ароматами на этих тестерах бумажных полосочках и я вас уверяю вы придете к тому что ваш индивидуальный аромат будет самым изысканным и на что другое не похожим ведь все рецепты они составляются с учетом восприятия того кто составляет эти рецепты к тому же к тому же источников в том числе и в виде различных книжек где просто доведены рецепты ароматических духов и чинов но я постараюсь конечно же обогатить эту коллекцию находя какие-то очень интересные рецепты допустим во второй части я как раз этим и займусь так так друзья вопрос такой по поводу стабилизации гормонального фона очень желательно этот вопрос отправить в чат с подробным описанием мастер потому что как правило это требует комплексного подхода но если говорить о женской природе то первое мы обращаем внимание на ясность и спокойствие причем ясность и спокойствие она не несет возрастной нагрузки она не несет никакой нагрузки с точки зрения в какой период цикла ее использовать то есть это гармонизация ясность которая используется по мере необходимости в течение дня то есть она снимает напряжение головные боли устраняет предменструальный синдром то есть мы наносим на те места виски область из живота и мы используем для гармонизации эту смесь независимо от того какая скажем проблема эту проблему лучше описать и к ней нужно всегда комплексно подходить тут есть много нюансов и используем ее в вечернее время когда наша эндокринная система уладивает это действие наиболее эффективно то есть перед сном потому что включается у нас гормональная активность в это время и начинает вырабатываться гармон нанеся на область запястья дальше обращаем внимание женские эфирные масла гармонизирующего действия но это действие должно обязательно улавливаться на уровне выстоятия аромата то есть на вас будут работать те эфирные масла которые вам очень нравятся в этом диапазоне на первом месте лаванда гераль розы которые в форме розы тач очень удобно в использовании жасмин это все диапазон эфирных масл и шалфей мускатный потому что шалфей мускатный входит как доминант смесь ясность и спокойствие если у вас предположим какой-то причине нет выбора в данный момент для ясности и спокойствия то вы используете шалфей мускатный в том же режиме далее в этот диапазон входит фенхель но фенхель это история своя поэтому нужно знать диапазон проблем так а если пачули очень нравится пачули это аромат стабильности когда мы соотносим его допустим с мужской парфюмер но если мы посмотрим с вами допустим на композиции эмоциональная роботерапия там именно присутствует пачули это аромат стабильности это аромат восстановления комфорта спокойствия это афразидиак то есть мы выбираем афразидиаки потому как они воспринимаются двумя людьми то есть смысл выбрать себе афразидиак который не понравится вашей второй половинке который будет вызывать у него как раз отрицательное действие раздражать это нужно на уровне согласования всегда делать поэтому вот когда женщина создает парфюм для мужчины улавливая его индивидуальность ей нравится этот аромат потому что он ассоциируется с ее любимым мужчиной и таким образом создается то самое пространство которое можно тоже отнести к категории действия афразидиак какая нижняя нота на ваш взгляд может быть в спортивных духах нижняя нота в спортивных духах может быть энергичная имбирная она может быть хвойная потому что нижняя нота в спортивных духах очень хорошо будет звучать китаис очень хорошо будет можжевельник вирджинский очень хорошо звучать в спортивном направлении То есть здесь вы можете использовать именно легкий налет специй и хвойных, потому что хвойные тоже у нас могут звучать в нижней ноте. Можно нарт использовать, потому что это прекрасная основа, базовая, и вместе с тем нарт дает такой великолепный, оптимизирующий оттенок. Я, например, обожаю пачули. И пачули столь хороши, и, допустим, морентальные восточные ароматы женские, где можно использовать пачули, ненавязчиво. То есть вопрос, в каком количестве вы добавите. Вот это как раз игра количеством. Это нужно всегда рассматривать на тестировании первоначальном. Как вы воспринимаете аромат? Почувствуйте аромат каждого эфирного масла на своей коже. Это важно. Вы выбрали диапазон, вы профортировали на, допустим, полосках. Дальше сделайте легкий мазок выбранных вами эфирных масел на коже. Почувствуйте, как ваша кожа работает с эфирным маслом. Ведь только наша кожа, наш собственный запах может дать нам точный ответ, насколько этот аромат будет для нас раскрываться. Вот, допустим, грейпфрут. Тут есть еще множество интереснейших моментов, о которых мы с вами поговорим. Ароматы сезонные, ароматы возраста. Тут очень много интересных моментов. Но сегодня мы не будем загружать себя таким потоком информации. Так, и... Так. Приставим назад. Может быть, какие-то вопросы у нас... Так, пожалуйста, какие масла нельзя смешивать? Какие масла нельзя смешивать? Значит, вопрос, какие масла нельзя смешивать? Вот, посмотрите, всегда композиционно выстраивается тот вопрос именно в верхних, средних и нижних нотах. Для чего дается эта альфакторная пирамида? То есть, если вы будете работать только на одних цитрусовых, не закрепляя их как бы минимум сердечной и базовой ноты, то ваш аромат просто будет улетучиваться через... Независимо от того, что вы его стабилизируете масляной или спиртовой основой, он у вас будет чрезмерно легким и не будет давать вам шлейфа, потому что обязательно аромат должен раскладываться и давать в конце шлейф, который дает базовые тяжелые ноты, тяжелые молекулы. То есть, это своего рода биохимия взаимодействия эфирных масел. Поэтому всегда смешиваются тяжелые молекулы с легкими цитрусовыми. Даже если мы с вами возьмем, пропустим, скажем так, сердечную ноту, исполним про смесь афродиту, где ветивер смешивается с грейпфрутом, запах трансформируется, воспринимается совершенно иначе, мы должны эти законы учитывать. То есть, бессмысленно смешивать только одни тяжелые ноты. Далее, цветочные густые ноты всегда разбавляются опять-таки цитрусовыми. И когда мы с вами начинаем с базы, она всегда может быть меньше по количеству, нежели легкие, свежие верхние ноты. Сердечная нота всегда звучит более акцентированно, то есть, здесь даже по каплям можно смотреть, что больше, что меньше можно добавить. Вы можете, приготовив аромат на уровне тестеров, затем, послушав его в часа, уловить, насколько он для вас слишком перетерный, тогда добавьте свежести цитрусовых или зеленых эфирных масел. Если он слишком тяжелый, значит, вы немножко переборщили. То есть, никому не хочется, допустим, в юном возрасте пахнуть синоземным сундуком. Это будет произвести очень странные впечатления, если вы переборщили с нижними базовыми нотами. На это тоже нужно обратить внимание. То есть, вы можете затем с этим ароматом работать. Это тоже очень интересный процесс. И в конце, когда вы записываете, вы обязательно должны записывать, фиксировать, сколько капель, чего вы используете. Ведь ведущие парфюмеры томились, можно сказать, по ночам в поисках того аромата и того цветка, который совершенно необходимо добавить в эту композицию, чтобы аромат, наконец-то, зазвучал. Если мы говорим все-таки о высоком уровне, о селективных ароматах в рамках парфюмерии. Так, ну что ж, друзья, у нас с вами уже вечер, вечер, глубокий вечер. Вот. И я поняла, что эта тема очень интересна и для меня, и для вас. Я, парень, удовольствия буду ее развивать дальше. И главное то, что это занятие, которое ведет нас по пути к здоровью, к самосовершенствованию, что чрезвычайно важно. Ну, а если у вас будут возникать вопросы, посылайте их в чат, в фейсбук. Мы будем еще раз их анализировать, эти вопросы. Ну вот, на этом я прощаюсь с вами, с январским нашим учебным процессом. Ждем февраля и ждем новостей февральских вырубков. С большим удовольствием, признательностью завершаю нашу встречу. Спасибо вам, что вы сегодня взяли внимание еще раз. Продукции Дотера и наши общие работы выходим.